Народный театральный коллектив ТВИТ уже на протяжении многих лет радует зрителей своими постановками. В день снятия блокады Ленинграда талантливые актеры представили спектакль по пьесе Вадима Гусева 1925 года рождения. Как только на сцену вышли участники спектакля, зал Дворца культуры «Видное» наполнился неповторимой атмосферой. Если вот здесь не бьется, не горит, то не получится искры, фейерверка, не получится вот той феерии, которая на сцене дает ту эмоцию, которая перекликается с эмоцией зрителей. Происходит не просто контакт, а происходит вот этот взрыв, который невозможно забыть, невозможно потерять. По сюжету действие разворачивается в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Молодым 16-летним ребятам вместо школы пришлось ехать в Смоленскую область на трудовой фронт для того, чтобы рыть противотанковые рвы. В это время все их детские и юношеские иллюзии рассыпались, потому что нужно было выживать в тяжелые годы войны. Актриса народного коллектива ТВИТ Яна Иволева сыграла роль Зои. Если рассказывать про свою героиню, она очень такая ранимая девочка-девочка. И в том же время она прям вот, я готова, я всегда пойду на войну, я защищу всех, я вот такая вот готова навсегда, на все. И мне всегда помогают мои друзья. И моя героиня влюбляется в одного из друзей, но у нее есть еще очень близкий друг, который в конце погибает. Актер театра ТВИТ Арсений Рогозянский состоит в труппе с 2020 года. На его счету уже не одна роль в постановках коллектива. В спектакле 1925 года рождения он вжился в образ солдата Паши. Как сейчас помню, борщ и каша с тушенкой. Подкрепились мы и прям хоть в атаку поднимайся. Но это подлое немчура устроил нам симфонический концерт в виде артподготовки и авианалета. Помню, как грохнуло рядом. Земля задрожала и все. У меня роль такого резонера, солдат, который приходит с войны, который на самом деле, потеряв руку в сражениях под Ленинградом, приходит передавать опыт молодым ребятам, которые собираются на фронт. Им по 16, по 15 лет, но они уже рвутся защищать свою родину. Для некоторых зрителей этот спектакль как память о семейной трагедии. Моя мама ленинградка. Она родилась сразу после войны. Ее мама и ее родная сестра полтора года были в блокаде. У моей мамы умер старший брат в блокаду. В общем, наверное, тема интересная для меня. Потом в этом году юбилей. Я сегодня поздравлял маму. В конце спектакля прозвучала песня Олега Газманова «Бессмертный полк». Зрители со слезами на глазах наградили бурными аплодисментами всех актеров, которые участвовали в постановке. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ.